Чаши Далек, добро пожаловать в Тибет на этой неделе. С вами еженедельные новости о Тибете, его святейчестве Далай-Ламе и Центральной Тибетской Администрации. Коротко о главных событиях. Его святейчество Далай-Лама получил первую дозу вакцины от COVID-19 и возобновил серию учений. Согласно сообщениям, тибетский заключенный находится в крайне тяжелом физическом состоянии. Тибетцы и сторонники Тибета отмечают 62-ю годовщину Тибетского народного восстания. Министр лесного хозяйства в штатах Химачал и МЛА встретились с Чикьонгом. Сторонники Тибета продолжают обсуждать тибетский вопрос. День тибетских женщин. От гибели за свободу своей страны 62 года тому назад, за спасение жизни во время пандемии. Женская футбольная команда Тибета прошла квалификацию на Кубок мира КОН-АЭФЭЙ. Субботу на прошлой неделе его святейчество Далай-Лама получил первую дозу вакцины от COVID-19 в больнице Зона в Дарамсале, где обратился ко всем посетителям больницы и особенно к пациентам с призывом пройти вакцинацию на благо всего общества. Продолжение следует... Продолжение следует... В четверг на этой неделе его святейшество возобновило свое онлайн-учение. Темами первого двухдневного учения стали восхваление 17 пандитам Наланды и комментарии к тексту Джетсон Капа «Три основных аспекта пути». В пятницу на прошлой неделе его святейшество Далай-Лама выступил с инокурационной речью на виртуальной международной конференции, посвященной Тришикше – трем практикам палийской и санскритской традиций буддизма. Китайские власти освободили 30-летнего тибетского политического заключенного Гангури Генни Ма, который находится в крайне тяжелом физическом состоянии. По сообщению радиостанции Radio Free Asia, Гангури Генни Ма был освобожден 25 февраля, за год до дня окончания срока отбывания наказания в префектуре Джако, входящей в состав китайской провинции Сычуань. Нима был арестован в 2012 году за участие в мирном протесте против китайского правления и приговорен к 10 годам лишения свободы за нарушение социальной стабильности и разжигание сепаратизма. Согласно сообщениям, вместе с ним были осуждены еще около 10 человек, в том числе два монаха из монастыря Джавго, Чаши Тагел и Намгел, приговоренные к 12 и 14 годам заключения. 10 марта тибетцы и сторонники Тибета по всему миру отметили 62-ю годовщину Тибетского национального восстания. Во время официальной церемонии, посвященной Дню Тибетского национального восстания, Сикьон почтил память всех тибетских мучеников, пострадавших за дело Тибета, и призвал всех тибетцев совместно и общими усилиями продвигать тибетский вопрос на мировой платформе, дабы жертвы тибетских мучеников не были напрасными. Мы стоим взаимодействуем с нашими братьями и сестрами в Тибете, особенно с политические преступлениями, которые остались резолюны, ввиду нехуменственного лечения и тушения, которые страдают в чинских преступлениях. Спикер Тибетского парламента в изгнании Пема Джунны обратился с настоятельным призывом к Совету по правам человека ООН принять необходимые меры против репрессий Китая в отношении тибетцев, опираясь на известный случай недавно освобожденного активиста-защитника тибетского языка Чащи Вамчука, состояние которого до сих пор неизвестно, а также освободить всех остальных политических заключенных, начиная с похищенного 11-го Панчен Ламы. Итальянская группа парламентариев в поддержку Тибета отметила День Тибетского национального восстания в конференц-зале Палаты депутатов Итальянского парламента в Риме, куда был приглашен президент Центральной тибетской администрации доктор Лапсан Сенге для виртуального выступления на пресс-конференции. So the tragedy of Tibet continues even today. So your support means a lot to the Tibetan people. As you know, 155 Tibetans have committed self-immunation, of which 130 have died. И мы просто пришли, чтобы узнать, что один человек совершил self-immolation 5 лет назад. Мы получили информацию только recently. Это означает, что чиновский государство хранит трагическую реальность в Тибете. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила по случаю Дня Тибетского народного восстания с заявлением, в котором содержится призыв отстаивать права человека в Китае и не поддаваться влиянию коммерческих интересов. В Тайване более 34 неправительственных организаций со всей страны собрались на массовый митинг в ознаменовании Дня Тибетского национального восстания, организованной Тайваньской Тибетской ассоциацией благосостояния и сетью правам человека в поддержку Тибета. Сенат Чешской Республики впервые в истории страны водрузил на своем здании Тибетский национальный флаг во знаменовании 62-й годовщины Тибетского национального восстания. Подобно этому, мэр района Королевский Боро Гринвич, городской советник Линда Берт, заместитель советника Дэвид Гарднер и представитель его святейшества Далай-Лама и Центральной Тибетской администрации господин Сунам Церинь Фрази водрузили тибетский национальный флаг близ ратуши Вулиджа на юго-востоке Лондона. Центральная Тибетская администрация провела свой ежегодный молебен в память о жертвах тибетских демонстрантов, принявших участие в мирных протестах 8 марта 1989 года против китайского правительства и его политики. В понедельник на этой неделе министр лесного хозяйства штата Химачал Прадиш, достопочтенный Ракеш Патания и МЛЭ Шри Вишаунырия встретили Дарамсали с Сикьонгом доктором Лавсаном Синге. В ходе обсуждения программы проектов по всестороннему развитию Дарамсалы как умного города Сикьон высказался о дальнейшем совершенствовании инфраструктуры городского аэропорта для удовлетворения нужд растущего потока туристов Дарамсала. Сикьон также обратился к достопочтенному министру с просьбой оказать содействие в создании центра вакцинации от COVID больницы Делек, дабы повысить безопасность местных тибетцев и индийцев, проживающих в Дарамсале и ее окрестностях. От имени Центральной Тибетской Администрации и тибетцев всего мира Сикьонг выразил благодарность Центральному правительству и правительству штата Химачао-Прадеж за неизменную поддержку тибетского народа и правого дела Тибета. В четверг на прошлой неделе группа по защите интересов Тибета в Европейском парламенте провела виртуальную конференцию, цель которой – обсуждение последних событий с европейской точки зрения. Мероприятие проходило под председательством Микула Шапекса, депутата Европарламента и председателя группы по защите интересов Тибета. Участники панельной дискуссии – депутат Европарламента Мириам Лексман, депутат Европарламента Франциско Герейро, депутат Самуэль Погулати и представитель Далай-Ламы Чаши Финцок рассмотрели различные темы, касающиеся свободы религии в Тибете и Китае, содействия государств и членов ЕС заключением всестороннего соглашения между ЕС и Китаем о новых инвестиционных мерах, а также текущую ситуацию с правами человека в Тибете, включая трудовые лагеря. В прошлую пятницу состоялась еще одна мертва в том, что мы будем использовать Магнитский акт также, чтобы санкционировать тех, кто ответил на серьезные права в Тибете. Я думаю, что важно, чтобы МП на уровне европейского уровня, но также в том, что в Мембер-статах говорят сейчас что-то более очевидно, что достаточно. В прошлую пятницу состоялась еще одна виртуальная встреча, на которой члены парламентской группы по Тибету в Литовском парламенте обсудили информацию о событиях в Тибете, предстоящих тибетских выборах, а также другие вопросы, связанные с Тибетом. Центральная тибетская администрация отметила достижения тибетских женщин и рассказала об их участии в решении нынешних проблем. Центральная тибетская администрация высоко оценила жертвы, принесенные тибетскими женщинами, начиная с их участия в протестах 12 марта 1959 года против незаконной оккупации Тибета коммунистической партии Китая до сегодняшнего дня, когда они оказались в авангарде борьбы с пандемией COVID-19. На официальной церемонии тибетские специалисты в области здравоохранения поделились своим опытом руководству сообществом в борьбе с пандемией, а студентов наградили за лучшие эссе на тему расширения прав и возможностей женщин. Отдел по расширению прав и возможностей женщин Центральной тибетской администрации рассказал о важной роли, которую тибетские женщины сыграли в свете нынешнего глобального кризиса. Во время пандемии тибетские женщины наряду с мужчинами находились в авангарде борьбы с распространением COVID-19 в нашем сообществе. Отдел сообщил данные Министерства здравоохранения о том, что почти 80% всех волонтеров, а также контрактных работников, нанятых целевой группой COVID, составляли женщины. Организации, возглавляемые женщинами, внесли свой вклад и оказали всем нуждающимся поддержку и защиту. Поддерживая тему Международного женского дня в нынешнем году, Отдел по расширению прав и возможностей женщин призвал привлекать как можно больше женщин к обсуждению и принятию решений, учитывать их мнение при формулировании и реализации политики и программ во всех сферах и на всех этапах пандемии для принятия срочных и дальнейших мер реагирования. Впервые на выборах 2021 года в местной ассамблее тибетской общины Швейцарии Лихтенштейна победило рекордное количество тибетских женщин – 30% от общего числа всех членов, тогда как в последней ассамблее была всего одна женщина. Большинство из них впервые взяли на себя руководящие роли и намерены работать над сохранением, а также продвижением тибетского языка и культуры. Тибетское сообщество Швейцарии и Лихтенштейна является единственным местным собранием, созданным за пределами Индии, Непала и Бутана, которое состоит из 25 членов во главе с президентом и вице-президентом. Тибетская национальная спортивная ассоциация объявила о том, что женская сборная Тибета по футболу прошла отбор на предстоящий женский чемпионат по футболу на Кубок КОН АФА, который пройдет в Румынии с 23 по 30 июня 2021 года. Впервые футбольную команду тибетских женщин приглашают сыграть в турнире на Кубок КОН АФА. Мужская команда принимала участие в турнире в 2018 году. На сегодня это все. Всем хорошей недели и до скорых встреч!